Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32 и продолжаем курс по ассемблеру. И на данном уроке с помощью полученных знаний по языку мы попытаемся заставить наш светодиод периодично мигать. Для этого мы также сегодня изучим, что такое флаги, для чего они нужны и также познакомимся, как можно осуществить переход по условию, какие бывают условия, а еще изучим некоторые новые команды. Схема урока остается прежней. Обыкновенная отладочная плата, подключенная к USB компьютера. И сейчас в нашем контроллере, вот в этом, прошит проект прошлого урока, в котором мы зажгли с вами светодиод. Также нам его удалось потушить, но периодически мигать. Тут уже нужны задержки. Этим мы давайте сегодня и займемся. Ну и, как всегда, сразу начнем с проекта, а в процессе написания кода будем изучать новые команды, флаги, условия. Проект у нас будет создан из проекта прошлого урока, вот этого из SEMGPIO. Создается проект новый из предыдущего практически точно так же, как и когда мы использовали CMSIS библиотеку. Ну назовем мы его ASM blink. Ну и blink наверное 0.1. Еще может быть будет какой-то blink, поэтому blink мигалка, как я понимаю. Все, копируем все отсюда. Ну если что-то тут лишнее есть, то не копируем. Ну я беру тот архив, который я заливал на сайт. И сейчас мы скопируем еще название, наше новое имя. Также переименовываем наши вот эти два файла. Расширение не трогаем. Открываем в блокноте вот этот вот зелененький и меняем вот здесь, вот здесь и вот здесь. Начнем с вот здесь, потом вот тут и потом вот тут. Ну согласитесь, конечно, очень все это быстро и очень удобно. Сохранили. Я думаю намного удобнее, чем начинать заново новые проекты и все вот эти вот настройки делать, которые мы с вами делали в прошлый раз. Не будем мы этим давайте заниматься. Пробуем собрать. Все у нас собралось. Привязался файл с макро подстановками, будем его так называть. Ну и вообще, прежде чем мигать светодиодом, давайте мы его погасим. R1 здесь введем. Мы его с вами зажжем вот тут вот, наоборот, в нашей петле в бесконечном цикле. А здесь погасим. Ну, сейчас он у нас, конечно, не погаснет. Давайте пока закомментируем. Вот. Видите, погас. Ну и теперь, если соберем, прошьем, он у нас опять загорится и будет вот тут вот все это дело повторно, постоянно в реестр вносится. Чтобы этого дела не происходило, давайте начнём писать наш код дальше. Мы добавим с вами ещё одну процедуру. Давайте вот отсюда вот скопируем. Вот. У нас процедура есть старт. Вот это вот. Она отсюда вот до сюда простирается. То есть другую процедуру. Её либо нужно до процедуры, или где-то не в самой процедуры добавлять. Вот. Пусть будет старт. Ну, мы сейчас переименуем, конечно, она не пусть будет. Она будет у нас delay. Называться наша процедурка. Ну, вообще эта процедура – это вещь такая. Она не то чтобы прямо будет так вот вот здесь вот работать, вызываться, отсюда уходить. Это такое абстрактное понятие. На самом деле тут главное важна нам вот эта метка. Ну, хорошо. Что мы будем в нашей теперь процедуре делать? И вообще, я думаю, вы уже заметили, что для меток, а имя процедуры так же метка, не нужно создавать никаких прототипов, где бы они не находились ниже или выше. Обращение к ним в отличие от имён функций переменных в языке C. Интерпретатор, ассемблер видит в обе стороны, можно так сказать. Ну и теперь мы запишем в нашей вот этой вот процедуре delay или delay. Не обессудьте, если я не так произнесу какой-нибудь, может быть, ирландский акцент применю. Мы занесём в регистр число, которое затем будем постепенно декрементировать, пока оно не достигнет нуля. Данное число подобрано мной экспериментально. Вот такое. Ну и теперь как нам его с вами продекрементировать. Ну прежде чем продекрементировать, мы ещё одну здесь меточку с вами давайте сделаем, потому что нам нужно не сюда вот с вами будет прыгать и вносить опять число. Иначе оно у нас никогда нуля не достигнет, а надо ниже. Поэтому назовём delay loop. Ну и где-то мы на неё с вами там ниже потом перейдём. Но это всё будет потом. Сейчас мы с вами будем декрементировать. Вообще команды декрементирования и инкрементирования нет в ассемблере. Ну в таком ассемблере для arm. Есть команда вычитания и мы будем вычитать один. Команда вычитания у нас пишется sub, ну или sub. Я по-латински буду читать с вашего позволения. Так, ну идём вот на сайт keil.com, например, и найдём данную команду. Можно тут, можно в документации. Ну мне больше тут нравится в документации. Там просто оп стоит и перечислен куча команд. А здесь конкретно для каждой команды есть объяснение. Причём с примерами. Что представляет из себя команда? Ну мнемоника, то есть это что это субтракт, что это именно вычитание. Затем идёт необязательный postfix s. Я позже объясню зачем он нужен. Затем условие. Оно также необязательное. Затем регистр. Он также необязательный. Затем следующий регистр. Он уже обязательный. И какой-то оперант. Вот, например, какое-нибудь число. Ну также ещё есть вот такой вот вариант. Теперь мы переменим с вами с постфиксом s. Значит опять же чуть позже. Про постфикс s. Он тоже, так сказать, ну не то что для условий. Он для влияния на флаги. Тогда значит нам придётся знать вообще, что такое флаги. Зачем они нужны. А флаги это битые регистра PSR, отображающий текущее состояние процессора. Давайте найдём с вами сначала регистры. Вот у нас тут регистры. Указатель на стэк. Всё прочее. Вот такой есть PSR. Program Status Register. 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 Как угодно. Вот он PSR. Идём сюда. Ну что здесь, что здесь. Не важно. То есть вот PSR bit assignments. То есть какие биты. Ну вот это нам особо не интересно. Вот это вообще тут номер прерывания. Это если мы именно в прерывании работаем в обработчике. Вот. У нас основных с вами, ну не основных, а всего у нас 5 флагов. Основных 4 вот эти вот. Вот. Дальше там чуть дальше объясняется вообще про эти флаги. Какое же состояние процессора. Каждый из них, так сказать, вообще отображает или интерпретирует. Сейчас мы эту табличку найдём. Вот. N. Негатив. Да? Ну из своего названия он уже о себе сам говорит, что результат операции произошедшей получился отрицательным. То есть если эта операция влияет на этот флаг, то этот флаг обязательно взведётся. А если он не получился отрицательным, то значит будет в нуле. Дальше Z. Zero. Ну понятно, что результат операции равен нулю. C. Carry. Это флаг переносами. При выполнении операции с беззнаковыми числами произошёл перенос. V. Overflow. Флаг. Это флаг переполнения. То есть при выполнении операции со знаковыми числами произошло переполнение. То есть результат не помещается в регистр. И Q вот этот вот, который очень редко используется, это липкий флаг насыщения. И устанавливается в случае насыщения результата. Там какие-то только две команды на него влияют. Пока он нам не нужен. Как только будет нужен, мы с ним разберёмся. Не будем парить себя, как говорится, мозги. Также нужно отметить, что для того, чтобы операции влияли на флаг, то нужно применять в конце мнемоники операции Postfix S. Про которые мы и говорили с вами. Мы его и будем применять. А не как у процессоров типа x86, x64, где операции всегда влияют на флаги на определенные. То есть, ну, видимо, из-за какой-то экономии ARM сделал так, чтобы они не всегда влияли. В зависимости от состояния флагов, после той или иной команды можно формировать условия последующей команды. Например, осуществить переход на какой-то адрес только в том случае, когда выполнится какое-то то или иное условие. Для этого также используются постфиксы условий. Найдём мы сейчас и их список. Вот он. Вот. EQ, NE, NOT EQUAL. То есть, тут даже переводить ничего не надо. Тут и так всё понятно. Посмотрите, почитаете. Ну, есть где-то они и с переводами. Ну, я думаю, нечего тут переводить. Вот. VS значит overflow. То есть, переполнение. Нет переполнения. То есть, это равно, не равно. Вот. Ну, прежде чем мы перейдём к этим кондишенам, мы пока ещё вычтем единичку из нашего, из значений нашего регистра. И причём это значение, которое получится, разность, мы внесём, ой, простите, предыдущую команду взял буфер обмена. Вот. subs r3. Дальше r3. Это вычитаемые, вернее, да, нет, уменьшаемые, простите. Вычитаемые единицы. То есть, мы вычитаем единицу из значения r3, заносим обратно r3. Причём, необязательно писать r3. То же самое получится, если мы получим просто, вернее, напишем просто вот так. Ну, мы всё-таки сделаем вот так. Пусть это и нехорошо будет, но это понятнее, да. Тут получается r3 равно r3 минус 1. Как-то поясней будет. Оставим давайте так. То есть, мы вычли единицу. Теперь начинаем исследовать результат. То есть, нам сам по себе он результат вообще и не нужен. Нам нужен результат того, какой именно результат получился. То есть, равен он нулю этот результат или ещё пока не равен. Вот. Ну, мы знаем уже, что нам нужно ne. Вот это вот. Но, к чему прицепить этот ne? Ну, понятно, к чему прицепить. К b, к бранчу, переходу. То есть, мы будем вот как вот здесь делали. Мы b переходим на вот эту метку. Но если мы сделаем вот так, то мы на эту метку будем постоянно, всегда переходить. Независимо от условий. Это плохо. Мы тут зациклимся. У нас действительно получится бесконечный цикл. Не важно, что будет тут и нуля достигнет, переполнение попрёт. Поэтому ne. Тогда мы перейдём на вот этот delay-lop. Только, вернее, мы будем в него переходить тогда, когда у нас результат не равен нулю. Ну, там не то, что не равен нулю. Там, как сказать, у нас z флаг не будет в нуле. Вот тут написано z не равен... z равен будет нулю, то есть. А z равен единичке у нас будет в том случае, как раз, если мы нуля с вами достигнем, тогда мы вниз провалимся. Вот сюда. Что мы будем делать внизу? Мы когда вызовем вот эту вот процедуру, вот здесь, это не значит, что мы автоматически вывалимся из неё обратно. Так не получится. Потому что это же ведь не команда. Мы когда вызываем какую-то подпрограмму, мы применяем также команду для вызова с возвратом, но в определённый регистр lr заносится значение адреса следующей команды. То есть мы же должны вернуться на следующую команду. Поэтому мы должны с вами применить вот такую теперь команду bx, ну и соответственно регистр le. Что такое bx? bx это команда перехода по адресу, хранящемся в регистре. Вот если в регистре хранится адрес, то мы перейдём ровно по адресу, который хранится здесь. А здесь хранится адрес команды следующей за ну за той командой, где мы вызовем нашу подпрограмму. Ну можно посмотреть. Я не смотрел, я её просто знаю давно. Вот он bx наш. Вот. Поэтому да, вот. В регистр, из регистра берётся, в регистре содержится адрес перехода. Всё. Можем даже вот так вот сделать. Здесь нам в принципе больше ничего не нужно. У нас задержка с вами получилась уже. Осталось нам её вызвать. Ну вызывается, это ещё у нас есть один с вами, так сказать, ещё одна команда. Это bl. bl это тот же самый b, но он с возвратом. Ну не даром здесь у нас l, ну как бы она уже подсказывает нам, что практически у нас точно такая же команда b, но в lx, вот мне так l подсказывает, вам не знаю, занесётся адрес следующей командой. Ну и вызываем нашу вот эту вот процедуру. Ну подпрограмму delay. Ну и затем, ну что-то мне тут конечно не нравится. Не тут мы вызываем её. Мы её до окончания нашего бесконечного цикла вызываем. Всё. Мы с вами зажгли светодиод, подождали. Ну и осталось нам с вами его потушить, то есть единичку внести. У нас занесены тут значения, мы об этом знаем. Они никуда не денутся у нас. То есть, ну потому что здесь мы вот в этой вот с вами подпрограмме, здесь мы только с регистром R3 работали. Мы не затрагивали R0 и R1 и также R2. А в R2 у нас хранится адрес от отображённого бита, он же слово, ну в том месте, где у нас битбендинг происходит, ответственно за вот этот вот ODR13. Поэтому оно будет заниматься тринадцатой ножкой порта нашего C. Ну вот и в принципе вот и вся у нас программа. По идее, если мы сейчас с вами соберём код, ну что-то у нас здесь не то. Мы почему-то не можем собрать код. BXLE. LR, не LE. LR регистр называется. Вот он позеленел. Простите, где я может быть LE его назвал. Именно LR. Вот, собрался. Всё прошили и светодиод у нас начал благополучно мигать. Ну можно ещё времечко у нас немножко осталось. С отладкой поиграть. Попали мы сюда. Ну тут в принципе можно и особо не смотреть. Код тут всё нормально с кодом. То есть вот я шагаю F10 и у нас занеслось вот эта вот единичка с пятью нулями. И дальше мы вычитаем единицу. Вот у нас F. Идём дальше. Вот опять вычитаем E, D и так далее. Ну это я держу F10 и потихонечку вычитается, вычитается. Ну и давайте, ну возвратимся мы вот сюда, я так понимаю. Вот. И у нас с вами в R3 вообще непонятно какое значение. А, ну я F10, надо F5. Вот. И у нас в R3 с вами ноль. То есть он достиг нуля. Если я опять нажму F5, то есть до точки останова, то то же самое у нас через секунду мы придём вот, ну примерно через секунду придём сюда. Вот. И диод у нас мигнул и зажёгся. Вот. Так работают команды. То есть давайте посмотрим ещё адресок. Например, мы идём с вами дальше F10. Дальше идём. В рекистр занеслись. И дальше мы жмём, наверное не F10, а F11 вход в процедуру. Вот. И смотрим, где у нас с вами находится счётчик вообще PC. Вот он 8024. То есть вот. Кто-то говорил, что это он хранит адрес следующей команды. Он хранит прекрасно адрес текущей команды. Он не следующей команды адреса хранит. Вот. Мы видим, что в LR у нас двадцать третий адрес. То есть это вообще конечно адрес очень интересный почему-то. Ну хорошо. Вот мы сейчас с вами прыгаем по F11. И у нас с вами в LR записался двадцать девятый адрес, который вот у нас тридцатый есть BNE. Почему двадцать девятый адрес? Ну по идее должен быть вот этот вот у нас. Вот. который B. И почему-то вот не именно не двадцать восьмой, а двадцать девятый. Ну хорошо. Давайте дальше шагать. Пока по F10 шагаем, шагаем. LR у нас не трогается. Тут 2E. Ну да. Адрес текущей здесь команды. Какой-то странный адрес конечно в LR. Может тут что-то не так. Там у нас A. Ну там да. Двадцать девятый конечно. Может какое-то тут выравнивание происходит. Я не знаю. Но возвращаемся мы вроде туда куда надо. Так. Ну тут лучше нам. Иначе мы бегать будем долго. Я вот здесь ставлю точку остановку. Жму F5. Попадем вот сюда. LR у нас по-прежнему хранит двадцать девятый адрес. Вот. И мы сейчас жмём уже F10. И сюда вот мы вернулись. Именно вот куда. На двадцать восьмой. Тут как-то адреса у нас вообще они меняются время от времени. Видите. Поэтому тяжело тут адресацию какую-то понять. Вот видите мы на двадцать восьмом. А не на двадцать девятом. Почему двадцать девятый я не знаю. Ну может быть адрес плюс один. Может ещё как-то. То есть ну всё у нас с вами работает. Ну и согласитесь интересно по отладке походить, поглядеть как у нас меняются регистры. Кстати вот тут вот мы можем и флаги с вами как раз и посмотреть. Сейчас мы поставим точку тогда давайте вот сюда вот. Нет не F10, а F5. Вот идём. Вот он. Здесь произошло вычитание. У нас F и у нас Z по идее должен равен быть пока нулю. Да. Он нулю равен. Вот он. Вот. А когда мы вот сюда попадём мы может даже не увидим. Возможно что у нас когда мы провалимся флаг может и сброситься. Но скорее всего он не сбросится. Скорее всего он в единичке останется. И F5 жмём. Ну да. В единичке он. Правильно. Поэтому мы и провалились за счёт того что он в единичке. Когда равен нулю. Когда вот как раз NE у нас. Он сюда не проваливается. Он прыгает сюда. А проваливается именно вниз когда Z равен единице. То есть у нас с вами R3 достиг нуля. Вот мы всё с вами и увидели. Ну на такой вот красивые нотки. Разрешите мне завершить наш урок. Вполне он плодотворный. Хотя мы коды написали немного. Но у нас с вами светодиод благополучно мигает. На данном уроке мы изучили ещё несколько ассемблерных команд. Познакомились с флагами состояния, условиями. В результате чего смогли написать код который заставил наш светодиод периодически мигать. Всем спасибо за внимание. Также огромное спасибо за то что так широко встретили и душевно мой курс по ассемблеру. Я признаться не ожидал. То есть тысяча благодарностей вам за это. Думаю что основываясь на этом курс продолжит свою жизнь. Ну тем не менее я думаю уроков 5 больше я пока не дам. Потом мы возможно вернёмся немножко там в CMC. Не знаю может быть с ADC поработаем. Может мы в принципе может вы в принципе и сами освоите ADC на CMC. Может я вам там и не нужен в принципе буду. Посмотрим. А возможно уже начнём потихонечку переходить на более взрослую модель контроллера. На какую-то из в четвёртых. Ну посмотрим. Я подумаю пока что ассемблер. Также смотреть уроки по ESP. Всем ещё раз спасибо за внимание. За такую широкую встречу языка ассемблера, который прекрасно понимает процессор. Также подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить и включайте уведомления для этого. Пишите комментарии. Жмите кнопочку мне нравится если вам понравился данный урок. Всем пока. Всего хорошего. Всем доброго здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok